Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим очень ароматные, нежные и пышные булочки с кунжутом, маком, медом и изюмом. Выпечка просто класс! Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео! Для теста на булочке нам нужны будут следующие продукты. 250 миллилитров теплого молока, пол пакетика ванилина, это 1 грамм, щепотка соли, 2 чайные ложки сухих дрожжей, это 8 граммов, 2 столовые ложки меда, 1 столовая ложка сахара, 40 граммов мягкого сливочного масла, 2 столовые ложки растительного масла, 1 яйцо и 420 граммов муки. Первым делом, как обычно, мы делаем опару, обязательно! Также в тесто я кладу 100 граммов изюма, изюм мы заливаем кипятком. Выливаем в миску теплое молоко, не горячее. Иногда бывает, что вы выливаете немного горячее молоко и потом у вас ничего не получается, тесто не поднимается, так как горячим молоком вы убили дрожжи. Неважно, какие сухие или живые, сырые, я думаю, вы меня понимаете. Теперь мед, в теплом молоке немного вот так растворяем. Еще раз попробовала, перестраховалась в теплое молоко и добавляем сухие дрожжи. Кто-то с сухими дрожжами не делает опару, я делаю. Мне кажется, что так и быстрее поднимается тесто и нежнее оно получается. Добавляем 3 столовые ложки муки от общего количества. Хорошенько размешиваем. Опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки. Чем теплее у вас будет на кухне, тем быстрее у вас поднимется шапочка. Опару, смотрите, у нас получилась. Добавляем сразу же одно яйцо, сахар, соль, ванилин. У меня все в одной тарелочке. Растительное масло. И муку. Муку добавляем частями. Сливочное и мягкое масло мы будем добавлять в самом конце в тесто. Размешиваем хорошо. Снова добавили муки. Изюм мы добавляем уже после того, как тесто у нас увеличится вдвое. Не спешим его добавлять. Без изюма оно у нас быстрее поднимется. Единственное, нам понадобится оставить одну столовую ложку муки для изюма. Тесто у вас получается мягким, очень нежным. Добавляем масло и вымешиваем. На подсыпку нам еще немного понадобится муки. Я вам обязательно скажу в видео, сколько грамм. Сейчас вы видите, у нас тесто такое липковатое, жидкое. Оно у нас быстрее поднимется. И будем дальше вымешивать. Буквально одну минуту вмешали масло в тесто. Эти булочки очень вкусные. Тесто нежное. Всем рекомендую приготовить. Тесто накрываем полотенцем. И оставляем в тепле на 1 час. Теперь открываем. У меня на кухне не очень тепло. Поэтому тесто поднялось в меру. Теперь добавляем к изюму, замоченному и высушенному. Остатки муки. И хорошенько вот так. Обволакиваем в муке. И вмешиваем в тесто. Тесто жидковатое. Сейчас на подмес мы будем добавлять муку. Как я и говорила. Вот вымешивая тесто, не чем-то оно напоминает тесто на куличи. Добавляем теперь муку. Отдельно ее взвесила. Затем уже замешиваем тесто на столе. Высыпаем муку на стол. Выкладываем тесто. Для удобства я руки смазываю в растительном масле. Как мне нравится в выпечке использовать домашние яйца. Тесто такое красивое, желтенькое. Теперь вымешиваем тесто на столе. Собираем его в ком. Тесто должно быть в меру тугое и в меру липкое. В общем, сейчас вам скажу точное количество муки. Значит, для замешивания теста мы использовали 420 граммов муки. На подпыл для вымешивания уже 75 граммов муки. Я вам все точно сказала по граммам. А вы уже смотрите сами. В кулинарии, как в аптеке, все должно быть четко. Все взвешивается. Тогда у вас результат будет таким, как у меня. Смазала руки растительным маслом. Тесто разделяем пополам. С этого теста у нас получается 12 булочек. Значит, каждый кусочек теста снова разделили пополам. И теперь этот кусочек разделяем на 3. Есть. Этот побольше немножко получился. Добавим и разделяем. Эти булочки очень вкусные. Я думаю, по тесту уже видно, настолько они будут нежными. Я вот прям чувствую. Теперь берем каждый кусочек теста. Я уже муку не добавляю. Всего достаточно. Главное не переборщить. Сформировали. Подровняли. И вот вам круглая булочка готова. Мягкая. Выкладываем ее на противень. У меня это стеклянный противень. Я дно застелила пергаментной бумагой. Пергамент у меня дешевый, так как в селе не могу найти силиконовым покрытием. Поэтому смазала его растительным маслом. И делаем круглые булочки и выкладываем. Обязательно оставляем булочки на расстойку. Этим правилом нельзя пренебрегать. Некоторые сразу ставят выпекаться. Из-за этого у вас дрожжевое тесто трескается. Резкий перепад температур. Растойка обязательна. Оставляем булочки для расстойки. Сверху и накрываю полотенцем. Растойка булочек по времени у нас заняла 25 минут. Духовочку включили разогреваться обязательно. Теперь берем одно яйцо, вилочкой взболтала его и смазываем сверху булочки. Сверху булочки посыпаем семенами кунжута и мака. Хорошенько так обильно посыпаем. Булочки ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Булочки выпекались 25 минут. Очень ароматные и пышные. Обязательно нужно показать разлом. Значит, берем, отрываем одну булочку. Боже, тесто такое мягкое, такое нежное. Вот действительно, как я вам говорила, на куличи. Румяная со всех сторон булочка. Разламываем, они еще горячие. Боже, божественные. Правда. Вот готовьте, не пожалеете. Тесто прекрасное. Волшебное. Только горячие булочки есть нельзя. Нужно обязательно подождать, когда они остынут. Выпекайте вместе со мной. Выпекайте в удовольствие. И радуйте свою семью только домашней выпечкой. Ведь это так просто. Давайте выпекать вместе. С вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.